господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер семьсот пятьдесят два события дня евангелия тяна 653 иисус же сказал им истинно истинно говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизни не воспоминания хлеб ломать как у сектантов у баптистов а именно плоть и кровь у них этого нету и они этого не видят сколько их они насчитывают сами себя 100 миллиардов баптистов там или чуть поменьше но однако не один что правильно понимала правильно понимает он сделать это православным плоти сына человек крови его с большой буквы юрий соболев хочу поделиться кратким но как думаю важным замечанием игнатий тихонович проходил мимо киоска роспищать взглянул зацепился за журнал выставленный на витрине с названием чудотворные иконы задумался а ведь верно тогда обвиняют православных то выдало поклонство это доскам смысловое значение ведь не двусмысленно внимательно слушаемся считаемся чудотворные иконы эдакие автономные генераторы благодати а надо так и только так чудотворный бог как поймут ежели увидят это заглавие протестанты мусульмане то не искушение ли такое название для них я отвечаю на эту тему мной столько уже написано и сказано что только остается в конце вашего размышления поставить аминь а роман малыш пишет это мы я часть бесед за дней за день который был а то длинные такие как называют посты игнат к сергей егорович там ставит но на меня все выводят тут одного играет под грека метрофанус две косы висят по сторонам или пейся отпустил то может какой-нибудь еврей сейчас как раз не прятаться нужно отрубить во все трубы с кровли о том что сбывается апокалипсис и что всем хотят поставить метку сатаны и многие уже приняли это начертание имя зверя и число имени его из принявших по неведении и прозревших многие сжигают эти паспорта щипами паспорту щип поставили то есть не человеку а паспорту но то все равно что поставить какого-то резинового мужика и по нему палками бить и как при входе в завод директор оставит такого виде резинового у этих у японцев то ну вот на нем злобу отведи там ну и все дальше идет он уже не злиться все рассчитался по неведению то а паспортах речь идет и уходят деревни на землю от антихристовой системы да разеспечиться так как каются что поставили подпись под 666 шестерки боятся 666 и уходят деревне которая как черная дыра засасывает души в ад система в ад то есть вот поставили какое-то чучело 666 пугало и вот они там вокруг него сейчас бегают кидает камни плюются сморкаются а главное не видишь что в душе это делается какое упрямство у людей непокоривость там подряд все что не бери и вот насколько небе знакомой сейчас появляется там плоская земля лишь это все разведенное разведенное вот причина какая в чем я еще до конца не разобрался но любят мистику разную где что стоять у нас тут один такой остался даже есть вот разводы дерево распилят когда-то вида полосы какие идут и полоса у него что-то складывается что-то такое мистическое у него лицо только разведает где применить это а начнет говорить о чем не знаешь кончит он когда или не кончит он до совершенно не помнит о чем начал говорить но земля на него плоская мозги плоские голова плоская все тут говорит то молчать или спрятаться как раз должны те кто не разобрался до конца по причине упертого самомнения высокоумия скобках я имею в виду горе пастыря в виду лишь а не соблазнять доверчивых овец за соблазн господь строго спросит мне не безразлична участь окружающих меня скорблю видя как безответственно поддерживать их волков по вещи шкуре то всех всех туда записал человек и уже не знаю митрополит если приедет ходить к вам храм не буду и удар жалко просто все вот такое дело это волки в овечьей шкуре дришь ты это паспортах не о чем-то а а вот без паспорта то если ты будешь теперь намотают еще это обязательно где-то напоришься на это и будешь кряхтеть пыхтеть и не знаешь за что за что а чип там и там витушки стоят а я не из них накрутили шестерка может девятку перевернуть и он добавляет что-то где-то мальчик заглядывает вода течет к и это вот это вот и есть комиксы разные то что показывает детям вот эти славики щебаркульска вот они тут и выползли под землей динозавры маразм просто разве можно так издеваться над творением божьим апостол павел горит я римский гражданин это не слова были это доказательство какой-то документ выдавался и также брендели хулили у которых этого не было а это за большие деньги тысячи начальник я купил но покупное было а может время ни разу не было ну льгота как сейчас бы депутат купил он неприкасаемый пока решение не примет дома его нельзя взять под арест сергей птушенко благодарю за наставление на тихоныч приму к сведения сказал мне надо где-то участвовать эти вот разные сцепятся тут и доказывает друг другу время то уходит да у нас имея такое богатство зачем тебе это нужно то кто что скажет там саша маша даша зайдут будут говорить ты считай то что у нас есть толкование полностью библию знать канона тебе жизни не хватит господь мне на вашем примере показал сколько времени я потерял в своей жизни на абсолютно пустые вещи вот у нас здесь занятия по библии они он здесь на этой странице и все равно отошел от них и все там почти сдохло уже этот все то есть кидает друг другу там там видел ролики под скидывает своего то ничего нет одна болтовня идет вы соприкоснулись с важным делом делайте раба обрабатывать и жития это ваш труд уже вы входите благодарю за наставление принимаем сейчас уже этого не наверстать хотя очень хочется но поэтому нигде не встревай разговор я сказал как научитесь молчать делаю видео для вас и пока не записывается считай ваши книги времени теперь на мирскую суету не остается семьей последовательно изучаем новый завет а жена все три дела говорит справлять новый год так что слава господа иисусу христу что вы не только проповедью но и своею жизнью учите людей о я говорю и как эти проповеди виде роликов мне выставить что-то нужно с ними делать мои проповеди там раскопали а там где-то 449 что ли проповеди еще раскопали да их и тысячи у меня были да не записаны если бы кто их сделал как вы чтобы одним щелчком отправлять их на скачивание очень бы хотелось эти проповеди мои также выставить и как только это вы все нащупаете даже этого я и не знал и не подозревал что это есть уже в готовом виде мои там где-то в архивах которые уже выставлены но они так скрытые вот что есть на нашем библейском сайте во свете библии о проповедях вот здесь я не буду читать считайте 1136 проповедей в храмах барнаулы потеряевки только список проповедей по местам писания 123 занятия потеряевки это мы поставили это вот здесь вот показано где проповеди как бы сразу переделать под youtube то а то для собственного пользования мне если так это мне зачем были чуть мало вовсе на видео записано проповеди здесь их 449 вот она цифра а тысячи проповедей в разных храмах и молитвенных домах так и ушли безвестно не было записи а там проповеди были видимо можно было поучиться потому что там прямо на месте обращались любви вот в одном собрании вописных я проповедовал человек 450 или больше было в одном месте и пресвитер ли кто встал горд мы все до единого готовы принять православие вот это надо было показать ну нету так мне поступило вот такое письмо я не стал человека открывать вместо его знаю что лучше отношения не станут под вопросом есть такой батюшка геннадий заридзе бывший ученый с восьмидесятых годов священник считает лекции по семинариям то есть не в одной так он говорит что каким бы гениальным человек ни был по сравнению с праутсом нашим адамом он скудоумен сегодняшний человек перед праутсом адам скудоумный если бы адама проверить на энцефалография прибор показал бы активность мозга сто процентов мозг у современного среднего интеллектуала показывает активность три процента ну допустим у гения 10 процентов в самом лучшем случае по сравнению с праутсом это мизер как это на аппарате лжи сидела дамы как они узнали то я просто так не оставлю без ответа вот почему нам не нужно быть уверенными до конца сколько противоречивой информации вокруг помолись православный христианин спроси у бога ну вот говори же к себе ты обращай это в первую очередь к тебе это относится если мы будучи злые делаем добро неужели отец небесный не откроет нам мысль он открыл ее так ты если топчешься где-то на задворках спиной к ней повернулся повернись в историю православных есть случаи когда остановились на пост трехдневной молились тянули жеребий или как-то еще но нельзя же быть таким упертым опираясь на свой падший разум на нее не опирайся а не опирайся прими как есть прошу прощения никаких конкретно не имел ввиду инструкция для всех вот здесь он ставит инструкцию там показано как бы нечистая сила из подвала заманывает там пряники пацаненку подает так это тебя и заманули они в это где не надо ничего думать только отрицание ничего же не изобретали с конюхом не поплывешь летать не будешь я это понимаю который сегодня про деревню ничего нету я в комнате у игоря барабаша рассказывает там какая прекрасная женщина лену сегодня зашли черти я его ко всем чертям вычеркнул сразу ну еще нельзя сказать он на любой ролик идет подряд сегодня встал утром там 15 или 17 роликов загадили он под разными именами заходит не имя ничего цифры какие-то стоят им не спится мы за столом обедаем они пляшут вокруг свистопляску устроили там против а у них что то есть на столе что у нас а у нас 15 блюд интересно так ничего нету еще нету но у него есть злоба есть яд и он вызывает тролли называют тролли это подземные демоны я отвечаю попробуем понять что же все же сказано было выше вот это вот как я делаю разбор каким бы гениальным человек не был по сравнению с праутсом нашим адамом он скудоумен я дальше в год на сто процентов красным сузим поезда одна голова интеллектуал в слове интеллектуал сколько ошибок допущено здесь смотрите интеллектуал она записать интеллектуал тут она и подчеркнута красным светом но в одном слове несколько ошибок то но надо узнавать так ну и узнавай хоть грамотежку то маленько то надо поднимать то так почему же русская императрица в слове еще изображала из чего сколько ошибок вот он и интеллектуал наших дней в школе учились на двойке рассуждений духовных не было природу не познавали орнитологии и теологии ботаника и прочие мелочи в кавычках промелькнули мимо наших мозгов и что же не по мозгам то намертво отрицали яко не бывшие и по серьезному ли этот интеллектуал пишет про геннадия не ведуя даже в имя геннадий вторглась ошибка в 6 процентов почему же геннадия сколько энергии поисков пришлось потратить изобретателям всего того что нас привычно окружает внезапное озарение разочарование были ужасными домом помешательства как у дарвина и парадея сегодняшний ученик пятого класса по программе успевающий знает больше всех ученых древности и новейших в ушедшем тысячелетии кто бы какого мне смог поверить что цифрами будут самым точнейшим образом изображать звуки буквы цвета движение много-много больше того но это я говорю о сегодняшнем цифровом телефоне а фотоаппарате а видеоаппарате и всей аппаратуре и так далее кто бы какого мне смог поверить да никак что беспроводное сообщение эта аппаратура займет первое место в мире по количеству этих аппаратов речь идет о миллиардах а я говорю о телефонах карманных проводов нет и разговаривает да всего так 50 лет назад бы никто не поверил вернемся к адаму как в поговорке говорится вернемся к нашим баранам и так умным ли был адам если это имел ввиду батюшка с грузинской фамилии то ученый то это проверить и напрочь а провернуть можно даже очень быстро в течение пяти минут вот что я хочу доказать до грехопадения адам проявил себя только в пророчестве которое ему и не принадлежало бытия 1 15 и взял господь бог человека и поселил его саду эдемском чтобы возделывать его и хранить его возделывать сату что он там возделал трава сорняк росли ничего не понятно и заповел господь бог человеку говорят всякого дерева в саду ты будешь есть а дерево познания добра и зла не ешь от него ибо в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь и сказал господь бог не хорошо бы человеку одному сотворим ему помощника соответственного ему господь бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку чтобы видеть как он назовет их и чтобы как наречет человек всякую душу живую так и было имя ей ну как он назвал то по еврейски по гречески по русски это все тоже непонятно но язык то другой был и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым но для человека не нашлось помощника подобного ему вот мы допустим не знали трава бегаем она ноги режет мы звали резучка может быть так и называл вот там птичка у нас есть она только по крапиве летает а я крапивник звал а вот крапивник может совсем не такой мы не знаем как назвать то ну на что-то похоже как от спросил кенгуру это как звать этот туземец горит кенгуру он так и записал кенгуру так и пошло когда разобрали сейчас оказывается он сказал я тебя не понимаю я тебя не понимаю и вот это я тебя не понимаю заменила настоящее ее имя он так и не узнал тогда как ее звать а бурдалист если звать ну так ну это бурдалист но данном случая разговоры не задались все они строчки и буковки больше про развитие ума у адама нет полный проигрыш и зайти им более 100 миллиардов смертей трупов 1 коринфянам 15 22 водами все умирают давай этот адам был умный всех подвел под смерть это умный но умнее некуда да у человека открыл колодец родственники все упали он его замаскировал водами все умирают водами не просто умирают все до одного 3 езра 3 21 сердцем лукавым 1 адам приступил заповедь это человек с лукавым сердцем и побежден был то есть раздавлены так и все от него происшедшие 3 езра 7 48 о что сделал ты адам когда ты согрешил то совершилось падение не тебя только одного но и нас в которой от тебя происходим поясняю после же знания израиля самого безопасного для житья участка земли об уме адама мы не знаем ровным счетом ни грамма святая библия 59 раз упоминает имя адама и ни разу более нет и намека на его ум ум подкаблучника самом прямом смысле слушаться жену вопреки прямого указания божия значит вывалиться из райских возможностей бытие 3 9 и возвал господь бог к адаму и сказал ему где ты адам сказал жена который ты мне дал она мне дала дерево и я ел то то есть ты виноват а то ум ее больше от адама не звука по отношению богу молился приносили жертвы можно только колобродить возле этой сокрытой темы как изрек святой анзота у чего нет в библии этом не рассуждаем еще один раз мы слышим голос адама опять же как и в области наречения зверей в наречении имени падшей жены еще один раз мы слышим голос адама опять же опять но тут его пророчество покинула уже вероятнее всего навсегда жену виновницу космической трагедии той которая горше смерти самой стала он немало не сомневаюсь в этом назвал жизнью евой зоей а бытие 3 20 и нарек а дам имя жене своей его ибо она стала матерью всех живущих уже произошла мировая трагедия стали смертными все от маханькой бациллы и мошки до чудовища в океане слонов и иных бегемотов все до единого и навсегда 1 тимофея 2 14 и не отдам прещен но жена прессившись впала в преступление вот это еще доказывать надо некоторые в это и не верят совсем что не мужа виноваты в смерти 1 коринфянам 7 30 я хочу чтобы вы были без забот не женаты заботиться гостям как угодить господу если какое не господ же чем она ему нужно было а женаты заботятся мерзком как угодить жене отца то началось у него есть разность между им замужней девицы незамужнее заботиться господинем как угодить господу чтобы быть святой телом и духом а замуж не забудится о мерзком как угодить мужу говорю это для вашей же пользы не с тем чтобы наложить на вас узы но чтобы вы благочинно и непрестанно служили господу без развлечения вот теперь я снова открываю места какие там рядом были первое послание коринфянам потом экклесиаста беру 726 и нашел я что горше смерти женщина потому что она сеть и сердце ее и силки и руки и оковы добрый перед богом спасется от нее а грешник уловлен будет ею разве ныне целомудреннее стали жены то увлекающие мужчин как валов на заклане притча 76 вот сказал валов на заклане и мне надо но это как-то доказать а где это видно что он на заклане я прочитаем притча 76 вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных заметил между молодыми людьми неразумного юношу переходившая площадь близ угла и шедшего по дороге к дому ее сумерки вечер дня в ночной темноте и во мраке и вот навстречу к нему женщина в наряде блудница с коварным сердцем слава иисусу христу вот татьяна кузьминиша то на улице то на площадях у каждого угла строит она ково она схватила его целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему мирная жертва у меня сегодня я совершила обеты мои поэтому и вышла навстречу тебе чтобы отыскать тебя и нашла тебя коврами убрала постель мою разноцветными тканями египетскими спальню мой надушила смирная алоэ мой корицы эти одеколонами разными зайди будем упиваться нежностями до утра насладимся любовью видимо в ванне помылась пена напустила ароматизированные хвойными деревьями благоухающая красота кошелек серебра потому что мужа то нет дома он отправился в дальнюю командировку в дорогу кошелек серебра взял с собой то есть аккредитив приедет домой коню полнолуния множеством ласковых слов она увлекла его мягкостью своих овладела им тотчас он пошел за нею как вол идет на убой вот вот куда идут мужики и как олень на выстрел да коли стрела не пронзить печени его как птички кидаются силки не знает что они напогибли и и так дети мои слушайте меня и внимайте слова мост моих да не уклоняется сердце твое на пути и и не блуждай по стезям и и потому что многих повергла на ранеными и много сильных убита ею дом ее пути в преисподнюю вот где горит от женщины чужой заходи тому и жду ват нисходящее во внутреннее жилище смерти если верить ее словам вот я говорю уже дальше это истовая была прихожанка современных храмов то есть натуральное б мирная жертва у меня сегодня я совершила обеты мои поэтому она только что покупала свечи исповедовалась и причастилась быть может и пета первые ездры многие 426 вторая ездра вторая ездра многие сошли с ума из-за женщины сделали с рабами через них многие погибли избили с пути и согрешили через женщин неужели теперь не поверите мне не велик ли царь властью своей это не бояться ли все страны прикоснуться к нему я видел я его и а помину дочь славного вартака царскую наложницу сидящую по правую сторону царя она снимала венец с головы царя и возлагала на себя а левой рукой ударяла чаря по щеке при всем этом со царь сосмотрел на нее раскрыв рот если она улыбнется ему улыбнется и он если же она рассердится не он ласкает ее чтоб помирилась с ним у современного человеку он занят едва ли на 3-4 процента от его потенциала заложенного богом творцом его почему потому что у него ныне все на готове он сам почти уже ничего себе не садит и не собирает не изобретает готовая вода в жилище незанятый туалет сортир у сельского же жителя особенно в одиночестве он во всех этих проектах высшее развитие но никто этот процент у него не исчислял не интересен кормилиц никому а что уж говорить о женщине если при общих равных стартовых капиталах ум у нее на 25 процентов ниже чем у такого же по возрасту и образованию мужчины у русских особо этом самом акте видно в названии отображена замужем то есть замужем 1 темфе 2.19 а учить жене не позволяю не властвовать над мужем но быть безмолвии если бы эти лозунки были повсюду и за этим бы наблюдали как у мусульман такого явления чтобы жена бросала мужа и бежала другому или скрывалась у матери не было нигде в истории а ныне кропская надежда константиновна считала что 17 процентов разводов есть национальная катастрофа и сколько катастроф нынче пришли восьмидесяти процентов разводов и чуть ли не столько же процентов несохраненной девственности до замужества в святой библии известен только один случай бегства к отцу и домой привезли ее мертвый чтобы своим изрезанного 12 частей телом засвидетельствовать всему миру что бежать ни в коем случае нельзя книга судей 19 глава 1 петра 3 1 также и вы жена повинуйте своим мужьям чтобы те из них которые не покоряются слову житием жен своих без слова приобретаемы были когда увидит ваше чистое богобоязненное житие каким бы гениальным человек не был по сравнению с правосам нашим адамом он скудоумен это мне пишет человеком если у современного среднестатистического человеку работает не более чем на 34 процента то адамом мог работать на сто процентов но в действительности едва ли он был занят на но целых одну тысячную процента женщины и мужчины и процент их ума посмотри роман малыш и найти тихонович у овчарки наверно больше чем ноль целых тысячная вы нашего правца очень унизили конечно мы не можем представить какой была земля и звери и адам но должны быть уверенными что все сотворенное богом совершенно думаю что адам знал все мои раздания не было у него только познание добра и зла устройство плоской земли он тоже знал то есть надо мы повешать да не знала ничего это не плоской не шарообразно никакой не было ничего он зал поел и теперь надо только решила о еде он ничего не изобрел даже свистка не было юрий соболев одесса андрей кураев развивает тему мощей особенно бросается в глаза следующие перлы но затем была ужасно дорогая операция по перевозке пятого левого зуба и чего там они от ковырнули у святого от ковыряли у святого пантелеимона и из киева в град соименной дзержинскому в соборе мощи встречались священники епархии во главе с епископом владимиром владыка отметил что эти мощи защищают верующих от сглаза защищают от наговора и прочих знаков черной магии и бесовской силы и что такие святыни особо важны сейчас когда наш народ и страна наша пребывает духовном кризисе евгений тропко пишет очень хорошее наставление с личным свидетельством преподал игнатий тихонович для сергея и для меня полезны также такие наставления спаси христос но я не вам говорил это я просто разослал будем день и ночь пребывать чтение святой библии и в толкованиях и наставлениях святых отцов от бесполезных разговоров и не приносящих назидание святейшей вере уклонимся главное без полезных нужно писать без слова без не помещается но это грамматика но боятся боятся это без что сказать на это так хорошо теперь нужно посмотреть какие наши ресурсы вот я первую показываю наш мой мир моем мире сюда я перетаскиваю все которые ставлю на ю тубе очень хороший ресурс я знаю одноклассники вконтакте twitter и facebook у нас везде открыты жене странички живой журнал вот теперь мы посмотрим наш ленточный вариант 277 посещение и здесь вот кто-то зашел в это время я сейчас гляну покажу как я узнаю колокольчик так пользователь за размер сменов добавил комментарий брат кто там комментатор человек от тебя хотел просто избавиться вот и молчал разговор не о нем ящу все такое непонятно сейчас посмотрю сейчас посмотрю что о чем называется посещение брата андрея так заор именно брат кто там комментатор что за комментатор комментатор тебя хотел просто избавиться вот и молчал разговор не о чем не знаю корм дорогой не выдан нос о чем он говорит кто о чем комментатор вообще непонятно избавиться за решает за него что-то еще нет убрать ну пусто люди заходят время тратят зачем это по ноги мусор кидать на дальше что у нас во свете библии здесь вопросов много мы их выставляем на них отвечаем книги все по деревне это большой очень материал теперь государство посмотрите что тут все закончились ну значит еще и не нужно так посмотреть еще что у нас здесь биографии фото мою биографию хотят издать тут отдельно видеоролика но этот фотография видимо на первой странице вот как я стою я на тут вот она это я ехал отражение долговым и сфотографировался ну как будто бы все еще больше нет а вот пожалуйста алипий это мне прислал виталий посмотрел это вот у него голуби были я говорил он сразу нашел и поставил батюшка простой простой и голубей держит в тобольске но по милости божьей все сегодня на этом